всем привет дорогие друзья всем привет и добро пожаловать на обзор карты он же варкап номер 74 и с вами как всегда энтер и вуди и вуди вуди дуди хорошо ну и давай энтер показывай нам что тут есть потому что энтер не играл да к сожалению я на этой карте вообще мне не было поиграть поэтому я первый раз запустил первый раз смотрю на нее планеты какие-то как тебе skybox прикольный skybox классный вон там личный путь вроде как нарисован да я не вижу ну у тебя включен skybox вообще да но у меня другая версия карты судя по всему мне мне давал просто сам идеям ее типа на тест когда она была недоделанной перекачал бы короче ладно здесь нам дают у тебя автосвич наверно выключен до выключен а еще рокеты дают 7 бакет здесь у нас нет то есть он заново не запускается а прыгнуть его не дают нет нет да вроде не получается сейчас он будет просто жесть если энтер перепрыгнет старт из меня такой боли приспал да не опрыгивается а попробуй с двух прыжков может нет 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 не ломай карты такая хорошая карта слушай ну походу можно долететь до куда нибудь до этого края надо шире шире брать просто сложно раскрыть розетта ну я не знаю как все весь обзор сейчас сведется что надо сделать надо взять рокеты в общем я думаю что если вот так вот отпрыгивать это сэкономит нам я не знаю там дальше чем-то есть если там есть какие-то гранаты бфг то может быть посмотрим здесь у нас дают 7 ракет которые у нас просто на полу стрелочки здесь как понимаю нужно стреливаться от стенки и сразу туда как-нибудь это нормально ну ладно нормально здесь наверное на скорости делается дабл джамп с подлетом а здесь у нас разбирается вопрос можно ли поднять так что мне отобрали нет по уме ну хотя судя по твоим попыткам на старте я думаю что можно никто его знает я вот думаю здесь дабл джампа куда-нибудь туда лететь а у меня вот здесь это при падении отобрали нет там отбирают при пересечении по моему вот как раз вот этой линии где стена там везде клипы стоят то есть ты ничего лишнего ты не облетишь что может дать тебе преимущество на карте хотелось бы декомпильнуть и посмотреть на триггеры не стоит тебе лучше не надо этого делать так как я понимаю мне где-то вот здесь я должна отобрать себя сейчас вот так сейфпост и сделаю да вот здесь забираются сейфпост это не дэвмап да я понимаю я а чёрт но я не знаю вот это дэвмап или нет ну за вот и давай чтобы поудобнее тебе было а чёрт но нельзя здесь дэвмапать карты почему не знаю сервер такой нехороший у меня не завотался странный сегодня центр а я я хотел проверить можно ли здесь сделать вот туда так чтобы или как-нибудь вот так вот прыгнуть нет нет мы натянута плотненько туда через все стенки хорошо вопрос сверху можно ли обойти не знаю вот с этой стороны но так на всякий случай допустим я так сейчас секундочку все равно отбирают ну ладно допустим здесь идет значит даблджамп залезаем наверх отстреливаемся вот наверно оттуда перед стенки рокетом летим здесь подскакиваем на джампаде который который скорость сохраняет то есть чем больше скоротки тем выше дальше у нас стрейф 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 и мы падаем на на платформу я вот все понял по моему зачем она здесь внизу если можно наверх ну для выку 3 побольше еще побольше части для вы здесь выку 3 нужно прям прыжки прям делать так чтобы сюда сразу полез ну ладно допустим подобрали рокет я перекачал карту у меня все равно нет млечного пути у меня возможно из-за из-за того что у меня мега пак стоит который там нескольких гигов которые совсем идти в сторону ну ты мне его должен скинуть тогда потом так я не знаю куда-то я тут запрыгнул и чё ты здесь я не знаю где нахожусь так ладно опять на гранате у нас рокет вот здесь отдают да да на 2 дают внизу дают гранату а наверху рокет хорошо здесь мы проходить долго буду да нет тут уже в ходе конец к началу всегда отсюда конечно это не очень полезно для нервов вот допустим я залез сюда так еще и наверх туда да но есть чтобы не лезть вниз можно как нибудь сделать себе дабл джамп тебя стрелиться от чего-нибудь и сразу забить скорости меня нет ну ладно придется лишний кончились здесь больше не дали а ты дэв мап ты можешь дать тебе руки а там высота вот этого следующего пада до который со стеной 64 юнита и поэтому ты за ним на него залетишь только при сам ну при положении сам высоком высоком во время джампа на самом высоком пике тут прям вообще мне кажется нужно вот здесь сделать рж приземляться сюда здесь сделать рж или вот в эту выемку или здесь до боджампом как-нибудь от рамп и вот туда дальше идти хотя вот здесь это же что-то есть да ну твоя первая версия там очень-очень даже да вот про это очень даже четко ты попал в точку только не упади а тут финиш был да 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 хорошо ну чего я давай показывай дорожку я с тобой посмотрю ну давай как правильно попробуем в общем то не знаю даже что объяснять в принципе все делается вот так вот если по-быстрому в принципе роутов и тут очень много от всего чего позволяет отстреливаться скилл да ну вот в этом вот этот вот именно момент вот с этими вот рокетами которые вот раз два три и четыре это самые тупые четыре рокета я до них сидел наверно дня два вот серьезно потому что они очень рандомные там надо скорость примерно 700 чтобы отстреливаясь от этой стены было около 800 и чтобы это было не очень высоко потому что если ты отстреливаешься слишком близко здесь ты не успеешь отслиться здесь если слишком далеко там то ты задеваешь потолок и тупо не долетаешь или если ты слишком высокая скорость и просто перелетаешь эту выемку короче тут столько вот ну для цпм как сказал жан дорожка очень суетливая то есть тут реально надо вот как-то вот изворачиваться все как-то ели как-то я как-нибудь на период рокет да 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 вот я об этом кстати тоже задумался не один раз вот этот момент прям ну очень бесил и в принципе по словам но если верить жану а я ему в принципе буду верить в и q3 намного круче карта чем в цпм но и дальше в принципе то прямая просто прыгаешь по туннелю и все вот примерно как то так но только б от пола и все в принципе из вот из роут это наверно единственный такой момент давай попробую просто один раз пройти в и q3 а это же с пенсии я подумал попробовать пройти в и q3 в и q3 там сложно но мне показалось что сложно я не проходил не знаю но я пару раз бегал в и q3 так я сдался сразу бочки тут в и q3 вот этот тут нельзя же за поворачивать у надо в q3 сохранять как-то максимум скорости попадать на этот бортик и залетать сюда сразу без без гранат тогда будет 30 плюс ой 30 минус получается time примерно 28 секунд ногу судя по топу и тут и вот тут и новый q3 я не знаю уже честно не видел как проходили но я предполагаю что сразу надо на рокет ибо это реально я сам почти билета ну и дальше я не знаю но я пытался также как в цпм то есть я завязал сюда да ну на эту делал отсюда руки джам делал отсюда руки джам делал отсюда выстрел отстреливался и пытался туда залететь в принципе это реально не думаю что это что-то такое сверхъестественное и косяк наверное или не покажу уже а нет покажу косяк который я заметил блин не залечу мапперу конечно респект и уважуха но он забыл врезать он забыл врезать текстуру и вот здесь я не знаю как так у него получилось смазанная какая-то я не понимаю почему у меня с той стороны она моргает ну у меня вот это моргает тоже а вот здесь как будто просто смазана ну там он ее видимо утопил стенку а здесь он наверное утопил еще дальше или забыл может быть да но забыл врезать но не знаю я в чем заметил на последний день просто ну и меня беспокоит беспокоили в принципе вот эти вот дырки на тех падах особенно где надо делать ракет джампы потому что я очень часто тупо в них стрел но такие нюансы в принципе не знаю что еще тут можно рассказать показать ну и самый жесткий мир на роут для цпм будет я пытался пару раз сделать но не стал заморачиваться делать вот тут вот гб от но от пола примерно 1800 1900 выходит без джампа соскальзываешь сюда и здесь делаешь дабл джамп вот об эту рампочку с рокетом и сразу минуя так сказать эту рампу сразу залетаешь туда я пару раз пробовал у меня в принципе почти получалось но это надо задрачивать потому что рампочка очень маленькая в принципе даже с места я пытался отстреливаться и выходила очень даже неплохо так что кто умелый он овчарка допустим попробуй по трайхарде если ты посмотришь это ну и либо кто-нибудь любой дмитрий бригант все наши пацаны да я один раз пойду я прям в руки тешатся я я ни хрена не сделаю я просто так пройду как первое прохождение мне я не могу сейчас как воде сделать всякие бусты и все остальное ну карта на мой взгляд хорошая даже не неплохо а что я писать да 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 тут тоже все закреплено все закреплено ничто не облетишь ничего чем ты можешь попробовать старт облететь это будет шоком хотя решено ставки если ты облетишь старт нужно так за гранат дают да забежать до гранат вернуться можно да 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 из гранаты как но это реально будет экономия не знаю совсем чуть чуть потому что Потому что чуть-чуть Потому что вот они ракеты А еще можно попробовать Делать Да, ну можно набрать ГБ ГБ вот отсюда со старта можно делать От пола, то есть ты первым ракетом Чуть-чуть себя подбрасываешь скоростью Сейчас я попробую Примерно То есть ты буквально как-нибудь С угла так Так вот делаешь И так будет намного быстрее По идее Тут уже 1300 можно отстреливаться И там уже Хотя по идее то же самое Плюс можно гранату с гранатой затаймить В общем будет жесть Вариантов много Карта хорошая До финиша Я прошел Не знаю с чем Ну тебе Можно по стенке Вот здесь как-нибудь Заворачивать наверное Да, да Выкутри это Юзабельно Абсолютно Здесь летается Вот наверно так Как-нибудь В эту стенку Я не знаю Хватит ли ракеты Выкутри Дальше А выкутри тоже Сбоку облетаешь Кстати Ага То есть там Одного ракета хватает Чтобы залететь Да, да, да Просто без джампа Получается Ну джамп не юзуешь Просто ракетом Стреляешь под себя И все Ну это же Выкутри Ну да Нужно на краешек А здесь нужно таймить По прыжкам То есть Кое-нибудь Не знаю Вот Ну дошли Я попробую Конечно Не знаю У меня не получится Из-за кривых Эти Ну Выкутри По-моему Это очень сложно Мне показалось Что-то Не для меня В общем Так Три мало То есть Нужно где-то С середины Раз Два Да нет Здесь как-то Как-то Боку-три Вообще сложно Ну тут ты летишь С хорошей скоростью По идее То есть Я Будучи залетая Вот именно В этот туннель Со скоростью Там 500-600 Прилетал Вот примерно так же Скорость была 700 А если ты облетаешь Сбоку У тебя скорость Ведь намного Больше будет И в принципе Там Ну как бы От стены К стене Как обычно Стрефит И ку-три Снова Повернуть Ну В ку-три Кажем Да Да Ну там Шайн Я видел Дэмку Прислал Так что Думаю Он сделал И туннели Вот эти Тоже у меня Было Ну Несколько Моментов Было Когда я Такой Иду на рек Все нормально Все четко И Просто Спейсинг Просто ужасный Получается Я Падаю В эти дырки Между Туннелями Потому что По спейсингу Тупо не хватает Рокет Тетер Кончился Короче Ладно Все Все Хватит Давай Давай Смотрю Дэмки Как ты походил Эта карта Ну Давай Ну Облет Старта Это Очень Классно Это Надо Взять На вооружение Если что Так Ну что ж Начнем С Ваку Три Это у нас На Четвертом Месте У нас На третьем Файр Стоун Нет Это Каджамоша У нас На третьем Месте Получается 40 Секунд Посмотрим Плей Винтер Из Сызрани Я не В Курсе Откуда У него В дэмке Написано Сызрани Просто Рамзес Тоже Сызрани Вот и Рамзес О Это Классно Потолок Мог Восстит Мне кажется Еще Один Ну Не знаю Немногие Кстати Почему-то Думают Что Потолок Юзаберен Для выстрелов Многие Не соображают Хотя Мог Завидеть Кстати Вот хороший Вариант В принципе Возможно Это даже Быстрее будет Чем подниматься С ракетами Используя Гранаты И тут И тут Тоже По-любому Быстрее Чем Ну Хотя Спорно Тоже Конечно Тут Все Спорно Если Ты Сам Эти Все Дорожки Не Перепробовал Все Спорно В принципе Хорошо Бустр Пролетел Туннели И Ну Без Ошибок Куджимоши Молодец Топ Три Карты В Ку-3 Йоу Из трех Дайвок Так Следующий Винтер Топ Два Тридцать Шесть И четыре Быстрее на четыре Секунды Плей Ну Скорее Сего Вот эта Разница Топ Два Топ Один Вот эти Почти Десять Секунд У них Разница По-любому В этом Моменте Когда Ты Не Залетаешь На гранаты А сразу На ракет Как он На ракет Как-то Страна Как-то И здесь Он не сбоку Облетал Да Через Миссию Я не знаю Нормально Он без Гранаты О Клюл Суперлся Ну Слушай Очень Хороший Прохождение Даже В кутре Она Мне кажется Какая-то Такая Низб Такая-то Сырну Сытливая Какая-то Вот Она Надо Все Крутиться Чудой Как-то Далее И На первом Месте У нас Стрэнджелан Вопрос Почему Он Поменял Местами Ник И Или Что Это Вообще Так И Второй Ник Огненный Камень Ну Не знаю Такой Вот Он Непостоянный Плей 28.5 Да Быстрее На 8 секунд Чем Винтер Мне кажется Он гранат Вообще Медленно Медленно Вот 20 Норм 83 84 Темп Скилл 50 Сделал 80 Так Все Я ставлю Единичку 88 У меня Не У меня 10 Максимум Мне Нужно Еще Подождать Чуть Чуть 6 7 Сейчас Короче Быстро 89 20 Значит Да 89 20 Вот 80 Вот Таймскел 1 89 20 21 22 23 Все Неужели Начало Двигаться Да Да Все 89 30 Удачно Удачно Ну вот Собственно Ооо Дракета Вот Тожка Как раз Да 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 Идя Прыгнул Откуда 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 Очень такая Техничная Карта Получается Если проходить Именно Роутом Который Ну Должен Быть Который Вот На рек Он Очень Сложный И карта Что в ЦПМ Что в ВК3 Если на Рекорд Играть То это Очень Как Слоу Подобрать Без мата Чтобы Не знаю Даже Как он Интересно Отпрыгнул После Там Он В рампочку Что-ли Попал Или Просто Притормозил И направо Откуда После Там Где Граната Первая Он Вместо Граната Допрыгнул До Пады Делал Два Рокета Поднялся Наверх Потом Сэрже Допрыгнул До Первого Пада И потом Он Реско Направо Провернул Он Там Просто Притормозил Направо Отжи Сдел Или Он Как-то С прыжка Не знаю Ну Чуть Чуть Там Как бы Типа Фрейм Джамп Да Таекторию Все равно Изменил Он бы Так Не Подвернул Я удивился Как-то Клеск Ладно Так Сэп М Челлендж Про Мягкий Пузо 35,7 Это Топ 6 Мягкое Пузико Мягкое Ну Че Он Так Долго Прыгал Без Руки Да Вот В принципе Такие Недочеты Так Скажем Если У тебя Есть Рокет Хоть Допрогнал Сразу Ну Да Использую Его Сразу Как Можно Раньше Использую Рокет Ну Любое Оружие Если Оно У тебя Есть Если Есть Он Использует Пораньше Ну С Опытом Наверное Больше Приходит Тут Ты Когда Уже Играешь Более Опытный Да И тебе Надо Ты думаешь Как тебе Сделать Быстрее Тайм Ты понимаешь Что Ты можешь Допустим Оттолкнуться Рокетом Пораньше И у тебя Скорость Будет Как бы Относительно Прошлого Тайма Больше Раньше Она Будет Больше Ну Ну И Несколько Средств Конечно Не Использовал То есть Например Ну Как С Рампы Сразу Туда В Тоннель Или С Этого Ну В общем Много Там Всяких Ну Да Да То есть Возможно Даже Не Подумал Об этом Но Вот На Будущее Вот Когда Вот Такие Открытые Карты Всегда Проверяй Вот Как Enter Показывал Все Дырки Проверяй Вот Все Досконально Потому Что Если Где-то Что-то Можно Облететь Это Очень На Руку Сыграет Тем более Если Ты Придумаешь Как Это Используется В своем Прохождении На 10 Секунд Быстрее У нас Да Рим 25 И 9 Посмотрим Play Тоже Из Вот Он Раньше Кстати Использовал Рокет Да Он Сдабл Замп Сдабл Замп Сдабл 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 И тут Тоже Не Не Облетал Как Б Эти Пады И Как В У У 3 Проходил По Правой Стороне Ну В Принципе Мне Вот Кажется Что Это Первая Очевидная Будет Дорожка Проходить По Правой Стороне Потому Что Ну Напрашивается Туда Ты Туда Долетаешь В Принципе А Так Без Ошибок В Принципе Использовал Срезу Справа Три Пада А Слева Одна Дырочка И Все Ну Слева Сложнее Слева Даже Бывает Ты Не Подумаешь Что Можно Тут Уже Вопрос Опыта Наверное Больше Встает Так Ну Дальше 23.1 Avenger На Online Nkplay Роди Очень Такой Тайм Какой-то Средненький Посмотрим Тоже Наверное Практически То же Само Что У Дрима Наверное Но Немножко Побыстрее Ну Да В туннеле Скорость Больше На 200 Упсов В Принципе Здесь Вот Он Через Дырочку Проскакивал Да Вот Дырочка Туда Не Поменьше Была Топ 6 На В Онлайне Так Ну что ж Дальше У нас Идет Торнер 2015 Он Быстрее На На Чуть На Соточку Да На Соточку Play Ай-яй-яй Роди Дорогу Молодым Да Как говорится Торнер Уступил Сотку Возможно вроде просто даже не играл пол Очень интересное начало кстати Да Не было Это Крокетами пострелял Очень хорошо залетает туннель со скоростью 1100 Здесь очень много потерял из-за того что сделал Ну попал на край рампы и подлетел А туннели вот эти очень быстро прошел На самом деле непонятно почему только сотку Ну там Надо по чекам наверное детально разбирать Что где медленнее что быстрее Но в целом выглядит побыстрее И туннели как-то поживее исполнены И А И за счет того наверное Что он сделал все побыстрее Но он проходил справа А вроде проходил слева по дырочке И за счет этого Ну слева там в рампу вот Попал Поэтому И один рак только использовал Поэтому там Медленнее не получилось Ну что ж дальше тогда Каджамоши 22.1 О как быстро прошел С вами я ссылку 3 тайма Но намного быстрее На 20 секунд целых Почти Быстрее пока что Всех новых оппонентов Сейчас Рокки там На 2 Рокки там На 2 Медленнее стрелял 1200 Скорости Медленнее Скорость Вот Из пушка Сразу допрыгнул Угу Очень хорошо У него технично получается Рокки Так Ну он На опыте уже Такой Закаленный парень Ну Неплохо так Ну что ж Теперь Твоя ДМК осталась Да Да Я старался 18 Так и не вышел за 17 Как я понимаю Ну там можно Просто Я играл-играл потом Еще Я поставил его вчера И сегодня еще Играл-играл-играл по чуть-чуть Но Знаешь Там уже такие плюсы Плюс 50 Плюс 100 Ну Если надо То есть Там совсем максимум уже выжимается Ну да Да Из каждой ситуации Тем более Да Тем более такая карта Где вот эти вот Четыре рокеты Посередине карты И которые мешаются Прям Фиг сделаешь Давай Плей Смотрим Даже стрейф Первые пушки Неплохо так О Заскинул неплохо Угу О Быстро Дай Помедленнее все Посмотрим Слишком быстро Да Давай 0.5 Давай 0.5 Да 0.5 Плей Ну вот Ну быстро Да Как бы И Если Я думал Из 17 выйти Из 18 Я пытался И Моментами Где-то был плюс Где-то был минус Ну я забил Короче Я просто забил Не стал дурочиться И Терять время Потому что карты Очень сложные Тут не скимается Случайно уголок Скимается Но Прибыль на большой скорости Тогда там надо Тормозить Чтобы не перелететь Тут можно было конечно Перед пустить в туннеле Пока летишь Там и так у тебя Два касались Или ты там Тоже мне наверное Ну При Финальные Туннели Где начинаются Да То есть можно закинуть Еще потом Рокет успеть Ну Ну такие там туннели Опасные Я не решился Да Ну что ж Поздравляем топ-1 Буди Спасибо Поздравляем топ-1 Буди Шайна Молодчик Ну я видел в онлайне У нее 26 по-моему Секунды стоят Так что Так Ну давай посмотрим Инвалидную демку Макларен Белоруссия РЖ скрипт Насколько я могу знать Ага Плей Макларен Ой У меня там скил Там скил Ой У меня тоже скил Сейчас я ее где Уденчик включаю Супьем Насколько Интересно Где Макларен Скрипт Да Вот здесь У него прыжок вообще не нажался Ага И сейчас тоже по-моему не нажался Сейчас тоже по-моему не нажался Ага Сейчас тоже не нажался да да вот эти два места ну что макларен я могу тебе сказать центром авторитетно что можем и тебе сказать не делай так не надо делать скрипты езать руками это же просто две кнопки тут ладно бы надо было идеальные рокет-джампы делать тут они не нужны даже в принципе вот идеальный рокет-джампы тут везде все равно забитаешь двух ракет ну минимум моменты зачем не знаю ну в правилах вроде как написано что нельзя использовать скрипты помогающие как-то сказать даже про зачту запрещено рандомные обувь тайм-ресеты а также использование для преимуществ особенностей карт а нет подожди он не написал короче не скрипты использовать нельзя вот я сейчас открываю сайт вот здесь есть написано рулес здесь написано и вот здесь прямо под карты написано что разрешено прислать демки запрещено рандомные обувь тайм-ресеты используем для преимуществ особенности карт и не написано в общем скрипты тоже нельзя использовать да 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 заходите rules set for онлайн там написано что скриптинг второй пункт скриптинг чит то есть нельзя да нельзя использовать команды software or hardware которые дают эффект физического чего использование предиктив тайминг и ордер ну ммм это был урок английского от энтера завтра все приносим по 100 рублей с английскими так себе но хоть что-то понимаю иногда чем сойдет ну тут в принципе это понятно что написано даже среднего уровня английского хватит хорошо так что вернемся к нашим демкам в общем вот была карта которая с первого с первого мая по седьмое мая проходила сейчас вот здесь результаты в принципе вывешены да кто на каком месте и новый варкап на карте kairos dlc 1 от кайроса надеюсь неплохая карта я ее уже поиграл и в принципе карта очень даже неплохая динамичная vq3 даже в общем-то и vq3 cpm очень крутая карта играйте присылайте демки будем их смотреть будем всех показывать учить вас гусю как играть да в общем ждем вас на серверах и ждем ваших демок всем удачи всем пока всем до встречи удачи 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 Продолжение следует...